В цивилизованном мире это делается не сбором наличных денег с людей, а просто страховкой. Я просто оплачиваю некую страховку в государственный страховой фонд, который в случае нарушения мной правил пребывания выделяет средства на мою депортацию. Вот и все. То есть надо, чтобы человек оплачивал не 30 тысяч, а не знаю, там, тысячу рублей страховой взнос. Я не знаю, какой там страховой взнос, проценты, это пусть считают специалисты. И все, это абсолютно нормальный цивилизованный способ. Конечно, человек, въезжая на территорию суверенного государства, должен этому государству гарантировать, что государство будет иметь возможность, а, лечить его, если он вдруг заболеет, ну, должным уровнем, то есть он должен оплачивать страховку. Мы же, когда получаем шенгенскую визу, мы предъявляем в посольство медицинскую страховку. Мы предъявляем в посольство обратный билет, мы предъявляем в посольство любого европейского, или даже не европейского государства, как правило, бронь из того, из гостиницы, где мы будем жить. Или если мы живем у кого-то в частном доме, то обязательство этого человека, что он, вот мы будем жить у него, и он берет за нас какие-то, там, ответственность будет нести, какой-то, в том числе, может, финансовую иногда. Почему, въезжая в Россию, люди такую ответственность не несут? Я считаю, что неправильно перекладывают на них полную сумму. Что же, если бы я ехал в Европу, я должен сразу оплачивать, что ли, мое там лечение, допустим, сломал человек ногу, это может по европейским меркам стоит, там, не знаю, 70 тысяч евро. Я же должен 70 тысяч евро вносить, что ли, на счет? Вот, маразм какой-то. Для узбека 30 тысяч рублей, это так же, как для меня 70 тысяч евро. Это огромные деньги. Но я оплачиваю страховку, которая, если я здоров, естественно, она пропадает, ну, просто это доход страховой компании. Но если я заболеваю или что-то еще делаю, то она тогда выплачивает деньги, на основании которых меня там или лечат, или депортируют. Поэтому страховой взнос на возможность первого, значит, лечения, медицинская страховка и страховка на возможность депортации от отъезда, я считаю, что это обязательно должно быть. Да, это правильное решение, но не целиком эта сумма. Целиком эту сумму платить, это популизм жестокий и неоправданный.